Всем здравствуйте! Вторая часть украшений для Светланы Соломатиной. И начну я ее вот с этого комплекта из лабрадора и бусин аквамарина. Лабрадор в этом комплекте Светланы, а бусины аквамарина я уже добавила свои. Я вот сейчас смотрю в камеру и вижу, что бусины аквамарина слишком ярко смотрятся. На самом деле они более спокойного такого тона, более спокойного цвета. Эти бусины матовые, но они не кричащие. В камеру я уже вижу, что смотрятся очень ярко, на самом деле более спокойно. По центру этого колье я поставила вот такую вот бусину. Это натуральный камень. Эта бусина стояла в браслете у Светланы. Ну и жалко было ее оставлять. Она в принципе больше никуда не вписывалась. Поэтому я ее решила соединить в этом колье с лабрадором и аквамарином. Мне кажется, она здесь прямо вот гармонично вписалась сюда. Колье получилось, ну, скажем так, почти двурядное. Один оборот полный и второй оборот наполовину. Сейчас покажу чуть поближе, чтобы вы могли рассмотреть всю красоту лабрадора. К затылочной части этого колье я поставила свои бусины лабрадора. Они поменьше размером и они такие вот граненые. Очень красивые, все сияют, сверкают. И, конечно, удлиняющая цепочка и на конце бусинка. Несмотря на то, что все колье выполнены четко по размеру Светланы, тем не менее я во все колье поставила удлиняющую цепочку. Ну, скажем так, на всякий случай. К этому колье у нас еще есть браслет. Браслетик в одну нить выполнен, собран. На тросик на ювелирный по центру я поставила большие бусины лабрадора. Это бусины Светланы. А на концах уже мои бусинки. Они поменьше размером. Так будет Светлане комфортнее носить этот браслет. Лабрадор, конечно, очень шикарно смотрится. Как в колье, так и в самом браслете. Бусины просто вот наикрасивенные, я бы сказала. Очень красивые, очень. Посмотрите, какой шикарный цвет, какая шикарная иризация. Вообще, как бы лабрадор обладает сильным магическим и лечебным эффектом. И буквально, буквальное название камня переводится как лунное сияние. Вот оно, правда, как лунное сияние. Прям так и хочется поиграться с этим камнем. В общем, добавила я аквамарин. И как мне показалось, что аквамарин хорошо освежает это украшение. Потому что все равно, каким бы ни был красивый лабрадор, но камень сам по себе темноват. И хотелось бы, конечно, его немножко как бы оживить, осветлить. Мне кажется, вот аквамарин в этом плане сделал свое дело. Вот такой комплект. Покажу сейчас, как браслет смотрится на руке. Вот так браслетик будет смотреться на руке и вместе. У нас еще будет комплект с лабрадором. Сейчас я вам его покажу. Здесь у нас уже такое изящное, скажем так, колье. Маленькое. Это из остатков лабрадора. Здесь у нас уже вот самые-самые остаточки. Ну и потому, что лабрадора уже было мало, я предложила Светлане поставить вот такую декоративную центральную бусину. Ажурную, под серебро. И Светлане этот вариант понравился. Добавила здесь по одной бусине своего лабрадора, поменьше размерчиком. Ну и силиконовый шнур на удлиняющей цепочке. Это уже колье у нас, по-моему, для внучки Светланы. Или для внучки, или для ее племянницы. Я, если честно, уже не помню. И есть браслетик еще. Сейчас покажу браслет. Браслет здесь тоже на Мемори проволоки, как и колье. По центру я поставила вот последнюю бусинку лабрадора. Одна-одна оставалась, вот такая крупная. И свои маленькие добавила. И здесь еще добавила такие вот декоративные элементы в виде вот таких вот шариков резных. Они очень хорошо так поблескивают. Молодежь любят такие вещи. И вот такую красивую декоративную цепочку я сюда поставила. Эту цепочку я сняла с браслета Светланы, который она мне отправляла на переделку. В общем, вот такой вот получился лаконичный браслетик. Про лабрадор вам еще хотела сказать, что восточные народы считали, что камень лабрадора явился в потоках ручья из-за взгляда лесной чародейки на лунный свет. Представляете? Вот такая вот легенда есть у лабрадора. Ну, а мы с вами переходим к следующему комплекту. Лабрадоры закончились, начинается гавлит. Вот такой вот сатуар захотела Светлана. К нему я добавила мелкие бусины агата белые, вот эти вот малюсенькие. У меня такие бусинки как раз-таки недавно пришли. Маленькие, буквально 4 миллиметра. И вот как раз-таки пригодились для Светланы. Светлана не захотела перегружать сатуар дополнительными какими-то элементами, типа колец там, цветов и так далее. Она решила ограничиться вот именно элементами от цепочки и мелкими бусинами агата. Захотелось вот такой вот нежности. Ну, и вы все уже знаете, что сатуар, конечно же, можно крутить так, как захочется. Хоть в два, хоть в три ряда, хоть как. Абсолютно по-разному можно его надеть, и он будет смотреться очень даже хорошо. И можно сатуар завязать в виде галстука. Тоже неплохо будет смотреться. Следующие бусы тоже из этого же небесно-голубого камня. Очень красивого. К ним я добавила вот такую красивую бабочку. Тоже выполненная из гавлита. Бабочка эта у меня одна-единственная была в единственном экземпляре. Я вот решила ее подарить Светлане. Оставалась еще вот одна бусинка, которая ни туда, ни сюда нам не вписывалась. И я ее хорошо вот так сюда подвесила к этой бабочке. Мне кажется, она тут прямо как тут и была. Потому что без нее было как-то вот, ну, как-то вот, как будто немножко чего-то не хватало. А когда я подвесила эту бусинку, мне показалось, что вот прямо колье теперь стало полноценным. Здесь тоже удлиняющая цепочка на конце присутствует на всякий случай. Вдруг когда-нибудь Светлане захочется и подлиннее надеть это украшение. Браслетов ни к сатуару, ни к этим бусам у нас нет. Только бусы. Все, переходим к следующему украшению. Ну, а сейчас я вам покажу два браслетика, которые выполнены просто от из самых-самых остатков. Это вот был браслет тоже у Светланы, в котором стоял микс из бусин. Там и пластиковые бусины, и камни были, в общем, и деревянные бусинки. И, конечно же, бусинки хорошие. Ну, и нам просто, конечно, со Светланой было жалко с ними прощаться, и мы решили для ее внучки сделать небольшие вот такие вот браслетики. Я думаю, что ей очень даже понравятся эти варианты, потому что и с джинсами их можно носить. Они такие, ну, как бы универсальные. Кстати, вот эти вот как раз такие вот бусины стального цвета, они как раз-таки деревянные покрашенные, но качеством очень хорошие. И я не думаю, что эти бусины прямо вот возьмут и облезут. Я их так пошевкала, они достаточно крепкие. Ну, вот, кстати, покажу, как выглядит этот браслет на руке, как будет смотреться. Посмотрите, мне кажется, очень даже славненький такой браслетик. Ну, конечно, мой размер и размер племянницы Светланы, внучки Светланы, конечно, отличается. Поэтому я его не застегиваю. Мне он, конечно, маловато. Но мне он очень понравился. Мне кажется, с джинсиками будет вообще круто. А этот браслет из чешского стекла выполнен. У Светланы были вот такие вот бусины россыпью, которые вот так прекрасно соединились в браслет. Я добавила несколько своих вот этих вот крупных ронделей прозрачных. Но они как, они не совсем прозрачные, они, конечно, имеют такое напыление красивое. Вот, под цвет вот этих темных бусин. Рондели поставила сюда. Это тоже бусины Светланы. Поближе чуть-чуть вам вот так покажу. На самом деле, такой миленький, нарядный браслетик получился. Это тоже браслет для внучки Светланы. И я вам сейчас покажу, как он на руке смотрится красиво. Вот так будет этот браслетик смотреться на руке. Очень красиво сверкает, переливается. Такой вот летний вариант. Светлана попросила сделать вот именно такой браслетик, чтобы он просто был из чешского стекла. Ничего, сказала, добавлять сюда не надо. И еще один, последний уже на сегодня комплект, который я хотела вам показать. Это уже полет моей фантазии, скажем так. Я показала Светлане вот такой вот срез красивый Агата с друзой. И Светлане захотелось украшение именно с таким красивым срезом Агата. Поэтому родился комплект. Есть еще у нас браслет. Я поставила этот кулон на красивую цепочку с родиевым покрытием. Возможно, камера здесь и не передаст, но цепочка очень красивая. И поставила вот в такие вот рифленые кольца бусины черного оникса. Сейчас я хочу поближе вам показать именно вот друзу. Если получится, если камера передаст, вот прям вся сверкает, вся сияет. Очень красивая. Обратная сторона вот такая вот. Ну и давайте покажу браслетик вам. И вот такой браслет. Тоже здесь срез Агата. Вот поближе покажу. Наверное, видно вам, как он тут сверкает. Обратная сторона. Очень красивая. Этот браслет выполнен в такой легкой асимметрии. В принципе, как и колье, если вы обратили внимание, здесь одна бусина чуть ниже, вторая чуть выше расположена. И, кстати, я совсем забыла вам сказать, что кулон съемный. Здесь видите, какое у него идет крепление. То есть его можно снять и повесить на любое звено от этой цепочки. То есть можно сделать симметрию, можно больше асимметрию сделать. Ну и можно вообще этот кулон в принципе просто надеть на серебряную цепочку в крайнем случае. Ну и также я поставила удлиняющую цепочку, такую же, как сама цепь. И на конце бусинка. Вот так браслет будет смотреться на руке. Карабинчик цепляется вот за это кольцо. Мне кажется, вообще очень интересным получился браслет. И в целом комплект очень хорошо смотрится. Очень хорошо. Ничего лишнего. И в то же время прям такой вот он нарядный, изящный, элегантный. И на каждый день в принципе. На сегодня это был последний комплект. Огромное спасибо всем, кто посмотрел это видео до конца. Огромное спасибо Светлане. Работать с ней было просто в удовольствие. Светлана, я вам уже об этом говорила. Спасибо вам за знакомство чуть поближе, скажем так. И спасибо огромное вам за ваше терпение и ожидание, поскольку ввиду того, что времени сейчас у меня очень мало свободного, поэтому Светлане, конечно, пришлось немного меня подождать. Огромное вам за это спасибо. Ну а вы, дорогие мои зрители, пишите комментарии обязательно. Для меня очень важна обратная связь. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, если вам понравилось это видео, но если не понравилось, ставьте дизлайки. И мне будет очень приятно, если вы этим видео поделитесь со своими друзьями. Ну а на этом все. До новых встреч, до нового видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Всем пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok